Привет! Сегодня я расскажу тебе об одних из самых крупных муравьев в России, Компонотус вагус. Эти гиганты живут у тебя под носом, их можно встретить буквально в каждом лесу, но о том, насколько они необычные и интересные, мало кто знает. Сегодня я раскрою множество тайн этих удивительных муравьев и покажу их жизнь крупным планом в муравьиной ферме. С вами Димон и Пумба, поехали! Компонотусы – одни из самых интересных муравьев, обитающих на территории Восточной Европы. По-английски их еще часто называют Carpenters или муравьеплотники. Такое название им дано не зря. Компонотусы часто селятся в древесине, обустраивая в старых поваленных деревьях свои муравейники. Но интересны они не только своим образом жизни. Древоточцы – самые крупные муравьи наших широт. Их матки и солдаты достигают 16 мм в длину. И при этом семьи их крайне многочисленны, а солдаты и фуражеры очень агрессивны, что делает Компонотусов доминантами в любой экосистеме, где бы они ни поселились. Но и этим не заканчиваются их удивительные качества. Муравьеплотники – одни из самых устойчивых к низким температурам среди всех муравьев. Этим летом я был на острове Валаам. Там очень холодно и 7 месяцев в году зима, а средняя температура июля плюс 17. И там я встретил Компонотусов. Этот рабочий Компонотус Геркулянус. Но будьте уверены, они добрались до Мурманское севернее. Они подобрались вплотную к полярному кругу. Вот уж действительно неубиваемые муравьи. Но древоточцы живут и у нас на юге. Эту матку Компонотус Вагус я поймал в мае этого года, во время брачного лета. К концу осени колония уже выросла до численности около 30 рабочих, после чего успешно перезимовала у меня на балконе и сейчас активно вступает в фазу весеннего роста. Да, кампов нужно зимовать. И это, пожалуй, единственный существенный их недостаток перед другими, в особенности тропическими собратьями породу. В остальном же это просто идеальные муравьи. Они крупные активные дневные хищники, за охотой которых, особенно если это крупная колония, крайне интересно наблюдать. Эти мураши готовы без устали мутузить тараканов и сверчков по арене. Ну а моя молодая колония пока что мутузит только маленьких личинок жука-знахаря. Однако, уверяю вас, уже к началу лета она будет рвать и метать. И, кстати, именно они претенденты на следующий большой формикарий на одной из полок моего стеллажа. Уж очень понравились мне эти кампы. Кстати, у нас на канале есть традиция. Каждой колонии давать свое название. К концу ролика, когда больше узнаете о всех повадках этих древоточцев, напишите в комментариях, как нам назвать эту колонию. Комментарий, который наберет больше всего лайков, станет победителем. А что же еще есть интересного в вагусах? Как и все кампы, они заядлые водохлебы. В природе они, как и многие другие муравьи, питаются сладкими выделениями тлей. Но, в отличие от тех же формик, они не так активно охраняют свои пастбища. Кстати, если вы не знали, тли сосут растительные соки и усваивают из них преимущественно белки. Для них это самый ценный компонент. А вот сахар в избыточном количестве им не нужен. И они просто избавляются от него, выводя из своего организма. Чем и пользуются муравьи. Так вот, вагусы тоже не прочь полакомиться сладким сиропом. Я даю им обычную подслащенную воду. Иногда мед, но только в том случае, когда уверен в его натуральности. Сироп мураши с большим удовольствием пьют. А после трапезы их брюшки раздуваются и через прозрачный слой видно содержимое их общественного желудка. Это такой суперсильно разросшийся вырост кишки, где насекомые могут довольно долго хранить еду. И в случае чего отрыгивать ее и таким образом делиться с другими членами семьи, если те проголодались. Этот невероятно важный для всех муравьев ритуал называется трофалаксис. Бывает иногда в нашей практике такое, что пойманная матка не хочет сама растить первых рабочих. И тогда, дабы помочь молодой королеве, приходится подсаживать к ней рабочих из другой колонии. Но не всегда они хорошо уживаются. Иногда дело может дойти до того, что матка просто откусит голову рабочему. Или наоборот, что еще хуже. Однако, если мы видим, как матка кормит таким образом рабочего, или наоборот рабочий кормит матку, значит можно не переживать вовсе. Они точно уживутся и пререканий между ними не будет. Такой вот у них своеобразный жест доброй воли. Как я и говорил в начале, компонотус вагус — это древесные муравьи. Другие виды плотников могут обитать и в земле, под камнями, в песках. А вот вагусы, по большей части, селятся в старых поваленных деревьях, под корнями пней, но также иногда устраивают свои солярии под камнями. Так что этих мурашей я заселил в деревянную муравьиную ферму. Этот кусочек ветки — настоящее произведение искусства. Извоял его мастер, инстаграм которого называется Faranto Woodnest. Он действительно профи своего дела, и всем, кому нужна подобная ферма, горячо рекомендую и ссылочку оставлю в описании. На мое большое удивление, вагусы оказались очень чистоплотными муравьями, и в гнезде, помимо распотрошенной ваты, у них нет никакого мусора. Они всегда выносят его на мини-арену, откуда его очень просто убирать. Этим компонотусы меня, конечно, тоже очень сильно порадовали. Предполагаю, что связано это с тем фактом, что, живя внутри древесины, любой мусор станет поводом для развития плесени. Поэтому мураши очень строго блюдут чистоту внутри гнезда. Потому как даже на не очень сильно увлажненной древесине плесень развивается стремительнейшим образом, а с грибами шутки плохи. И хотя в искусственном фармикарии у них еще полно свободного места, тем не менее вагусы не изменяют своим природным инстинктам чистоплотности. Жду не дождусь, когда семья уже вступит в стадию активного весеннего роста. Они спустя всего неделю после зимовки уже активно поедают знахаря, и скоро я начну им давать что-то покрупнее. Расплод есть, он пока в стадии ранних перезимовавших личинок и вот-вот должен пойти в рост. Матка у этой колонии довольно пугливая и не очень хотела сегодня сниматься. Однако же я смог снять несколько красивых кадров с ней. И вы только посмотрите, насколько она крупнее своих рабочих. Когда колония вырастет, в ней появятся солдаты сопоставимых размеров. И тогда мы сравним их с размером солдат индийских муравьев Компонотус Макулатус. Вообще в природе мы неоднократно видели в колониях древоточицев огромных большеголовых муравьев. А теперь будет интересно проверить, сможет ли домашняя колония вырастить таких же. Что ж, я думаю совсем скоро мы это узнаем. А пока я буду активнее кормить семейку вагусов, чтобы совсем скоро она смогла порадовать вас своими размерами в новом большом фармикарии. Как всегда, огромное спасибо спонсорам нашего канала. Они помогают выходить новым видео значительно чаще. Не забывайте о том, что у нас есть страничка на бусте, где вы также можете поддержать нас рублем и получить эксклюзивные бонусы. Огромная благодарность всем, кто ставит лайки, нажимает на колокольчик и подписывается на канал. Не забудьте написать в комментариях, как нам назвать эту колонию. Ну а на сегодня все. С вами был Димон и Пумба и Муравьиком по нотус вагус. Да пребудет с вами матка и всем пока.